Аминь. Аминь, Давид Джан. Я вкратце расскажу, на чём мы в предыдущий раз остановились. Наш Господь Иисус Христос обращается к тем иудеям, которые при том, когда Он разговаривал, говорил какие-то проповеди, они услышали и уверовали во Христа. И вот Господь обращается к ним, говоря о том, что вам нужно ещё стать свободными. И начинается разговор, диалог. И самое последнее, на чём мы остановились, это был 41 стих, последние слова, что эти иудеи говорят, что они рождены не от любодеяния. То есть они как бы законорожденные дети. Говорят, мы одного отца имеем Бога. Теперь продолжаю читать слова Господа. Иисус сказал им, «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшёл и пришёл, ибо я не сам от себя пришёл, но Он послал мне. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что вы не можете слышать слова Моего. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас облегчит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Вот это краткое, краткое, так сказать, диалог Господа, Его слова. Значит, Давид Диан, здесь Господь говорит слова «Бог». Он имеет в виду Бога Отца, имеет в виду первое лицо Святой Троицы. В данном случае, я правильно понимаю, нужно именно так и понимать. То, что он говорит, я исшёл от Бога, он имеет в виду, что Святой Троицы, Сын Человеческий, был послан от Бога Отца, поплочился, восчеловечился. Правильно? То есть здесь не нужно как-то по-другому стараться понимать. Дело в том, что у Идеев не было другого представления о Боге. Они знали только Бога Отца, который был Богом Израиля, единым истинным Богом, которому можно было и нужно было поклоняться. Поэтому, конечно же, здесь других каких-то представлений не было. Идеев, когда Господь говорит о том, что он исшёл от Бога, то, конечно же, речь идёт о том Боге Израиля, Яхве, которого мы называем Богом Отцом, который явил себя посредством Своего Сына Иисуса Христа уже в более полном откровении. То есть первое откровение было неполным. Вот. В пророческих писаниях, книгах Моисеева, то есть было некоторое откровение божественное, но ещё оно не пришло к своему совершенству. только с приходом Христа оно стало совершенным. То откровение, которое Бог начал ещё с народом Израиля. И, конечно же, с пришествием Святого Духа это откровение стало полноцельным через установление Церкви Христовой. Поэтому, да, мы пока имеем дело с первым периодом, Христос ещё не распялся, не воскрес, и Он говорит о Боге как и о своём Отце, и о Боге Отце, который был Богом также Израиля. И далее мы читаем, Господь обличает их в том, что они не понимают того, что говорит Господь, и объясняют причину того, что вот эти иудеи, которые поверили Христу, то, что они не понимают Его слов, причина в том, что их Отец является дьяволом. Очень такое строгое замечание, очень строгое, да. Что мы можем по этому поводу прокомментировать, почему так строго Господь говорит в данном случае, и что этим Он сам хочет сказать, что Ваш Отец дьявол? Знаете, самый вопрос отцовства здесь рассматривается, потому что Господь раскрывает своё посланничество от Бога Отца, то есть, что Он изошёл от Отца. Потом речь идёт о дьяволе и о Аврааме, да, потому что они говорят, что наш Отец Авраам. Вот, и здесь нужно понять, что они имеют в виду, говоря, Отец. Конечно же, здесь не идёт речь о физическом Отце, вот, более всего здесь речь идёт о про Отце, как Аврааме, который был родоначателем людей, которые верят в истинного Бога. Вот. Дьявол, который был противником Бога, он был отцом всякого зла, он был человекоубийцем от начала, как говорит Господь, что он не устоял в истине. Он согрешил и пал, и все люди, которые подались греху, вот, они подаются, также являются детьми своего идейного Отца, Дьявола. Не по природе, потому что по природе они не могут быть сыновьями Дьявола, но по образу мысли, по идейности, да. Сейчас-то мы употребляем, до сих пор мы употребляем слово Отец, как родоначальник некоторых идей, да, ещё, допустим, в советское время, да, были отцы, мысли такие, да, то есть тот же Маркс, Энгельс, или, я думаю, что многие примеры есть даже в литературе, помните даже у Ильфа и Петрова в знаменитом романе «Золотой телес», когда представляет Остабендер, отец русской демократии, гигант мысли, отец русской демократии, да, то есть отец, конечно, это всякий родоначальник идей, или благих, или злых, вот. И в этом контексте, конечно, Господь говорит, что та направленность мыслей, та направленность сердечной и умственной деятельности, которая есть у духовных лидеров иудейского народа, она больше прислушает дьяволу, чем Аврааму или Богу Отцу, потому что они просто-напросто хотят искусить Господа своими словами для того, чтобы причинить ему вред. То есть делать вред или наносить ущерб невинному человеку, это то, что произошло еще в начале истории человечества, когда дьявол нанес ущерб соблазну невинному человеку, Адаму, потому что он еще не знал греха. Потом это повторилось в истории с Каином и Абвелем. Абвелем был невинным, но Каин, будучи таким идейным сыном дьявола, убивает своего брата. Интересно, что Господь говорит, что первым человеком убийцем был дьявол. Если мы посмотрим на историю человечества, то мы видим, что первым человеком убийцем был Каин, потому что до этого мы не встречаем никаких сцен убийств. И, конечно, здесь вопрос стоит, почему Господь такие слова говорит, почему не говорит, что был Каин, человек убийцем был дьявол. В некотором роде, как говорят святые осы, что Иисус в некотором роде оправдывает Каина, говоря, что не он был причиной этого убийства, но сам дьявол был причиной. Таким образом, подавая нам некоторый образ мировоззрения, чтобы мы, смотря на людей, не говорили, что они являются причиной греха, но то, что они подались греху, и причиной этого соблазна, этого зла является дьявол. Когда мы смотрим на наших ближних, которые согрешают даже тяжкими преступлениями, необходимо подобно Господу, подобно Христу сказать, что первым человеку, убийцем был именно дьявол. Не Каин, который совершил преступление, который был орудием этого греха, но дьявол, который был причиной. Это гораздо глубокий образ мировоззрения дает нам Господь в этом отрывке, говоря, что действительно дьявол был причиной и является до сих пор причиной всякого зла. И возвращаясь к иудеям, фарисеям, то есть здесь он также говорит, что причина их злобы, причина их поведения в том, что они подались этому искушению. И теперь дьявол является их идейным отцом. Давид, я надеюсь, часто Господь говорит, ложь истина, ложь истина, правда ложь, вот эти слова. Как бы он, я правильно понимаю, здесь хочет показать иудеям, что они находятся под властью этого отца лжи. А вот здесь перед вами стоит истина, которая ишла от Бога отца, и вы его как бы не принимаете. Я правильно понимаю, данные слова Господа, примерно это Господь и хочет сказать данным иудеям? Сам язык Евангелия от Иоанна, ему присущи некоторые контрасты, в отличие от других евангелистов, он приводит много контрастов, говорит о свете и тьме, о истине и лжи, то есть в первую очередь это, конечно, именно тот стиль написания, который использует Иоанн, для того, чтобы подчеркнуть великую разницу в выборе человека, потому что нет-нет какого-то среднего выбора тепло-хладного. Человек выбирает либо путь света, либо путь дьмы, либо он выбирает истину и становится сыном истины, либо он выбирает ложь и становится сыном лжи и сыном дьявола, то есть у Иоанна это гораздо более резко, гораздо остро виден в этом Евангелии, поэтому, конечно же, это для того, чтобы люди задались этим вопросом и не думали, что можно как-то теплохоладным образом, как он говорит в Откровении своем, но именно нужно сделать свой выбор и быть верным своему выбору до конца. Вот и слова Господа. Кто из вас обличит меня в неправде? Что Господь здесь хочет сказать? То есть столько времени я с вами, где вы видели от меня неправду или что именно Господь здесь хотел сказать? Да, это в некотором образе апология Христа, говоря о том, что столько всего вы пытались собрать на какие-то улики, доказательства, лжи светились, собрать против меня, но весь ваш труд он был напрасный, потому что вы не смогли ничего такого собрать, с одной стороны, конечно. Но с другой стороны, вы знаете, сама личность Христа, она была для иудеев все-таки великим соблазном. В каком плане соблазном? в том, что они бы могли некоторым образом принять его как хорошего учителя, как раввина, как человека, знающего Писание, даже как пророка. и в этом контексте вы знаете, что мог бы этот конфликт очень просто решиться, что иудеи собрались бы и приняли бы Христа как одного из пророков, и этим бы удовлетворили бы желания обеих сторон. Но вся проблематика в том, что сам Христос себя не показывает как о каком-то образе пророка или обычного проповедника. Он ставит вопрос гораздо серьёзнее. И каждый человек, если попытается разобраться в Личности Христа, то поймёт, что либо этот человек как историческая Личность был некоторым очень авангардным или даже сумасшедшим человеком, потому что он ходил по улицам и говорил, что он является творцом этих людей. Либо он действительно является спасителем и истинным Богом и Сыном Божием. То есть Господь не оставляет выбора, представьте себе, Он не даёт возможности найти какой-то такой более лёгкий выбор, что-то среднее. И в Евангелии от Иоанна это подчёркнуто особым образом, потому что иудеи знали, знали, что есть всемогущий Бог творец, что Он жив, и Он что есть Он в Израиле. И принять тот факт, что Христос является тем самым Богом, для них было очень большим испытанием веры. Именно вера, такая большая, глубокая вера, нужна для того, чтобы в личности этого простого человека, который является одним из них, членом их общества, принять личность Бога. Но с другой стороны, конечно, остаётся только тот выбор, что этот человек является просто сошедшим с ума. И поэтому они продолжают гораздо более резко. Сейчас прочитаем, посмотрим, что Бог и Бористос. Здесь, когда уже Господь говорит, что вы не от Бога, потому что вы не слушаете то, что я говорю, поскольку в моём лице речь от Бога, я сам Бог и говорю от Бога слова. Вот поэтому вы и не слышите, потому что вы не от Бога. Так понять, что иудеи здесь в негодованиях это всё приводят, и они тут ему отвечают. На это иудеи отвечали и сказали им, не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес тебе? Иисус отвечал, во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдёт слово моё, тот не увидит смерти вовек. Вот этот диалог маленький, хотелось бы разобрать сейчас, по какой причине иудеи говорят, Господь, что вот ты самарянин, да, и в тебе бес. Это какое-то, это их тщеславие, да, Господь, вот так сказать, именно, так сказать, попал, да, в точку, да, отметил, да, их тщеславие иудеев, что вот они себя возомнили там прямо вот реальными детьми Бога, да, и только самаряне могли бы о них такое сказать, что вы на самом деле по вашей жизни, по вашему неверию, можно прийти только к одному утверждению, что вы просто исполняете волю и прихоти отца вашего дьявола, да, в некотором роде, конечно, это говорит их так, оскорбленное самолюбие и высокомерие, потому что кто осмелился бы сказать им, что они являются сыновьями зла, сыновьями дьявола, они считают себя сыновьями Авраама, даже больше, они говорят, что являемся сыновьями Божьими, да, как пророчествовал пророк Малахия, вот, и, конечно же, Господь их обличает и говорит, что они являются сыновьями дьявола, они сразу же такую контратаку делают и говорят, что вот, ты самарянин первое, потому что самаряне были самым низшим глазом и иудеи, конечно, они испытывали некоторую мерзость по отношению к самарянам, потому что они смешались с язычниками, то есть это большое оскорбление, если иудеи скажут, иудеи, что тот самарянин, это являлось большим оскорблением. И следующее оскорбление, то, что говорят, что блеск в тебе, почему, потому что Господь также совершал большие знамения, и они видели это, вот, и, конечно же, единственным вариантом каким-то образом комментировать то, что делал Христос, нужно было сказать то, что та сила, которая есть в нём, что он творит большие знамения, притворил воду, вино, многих излечил и так далее, то есть это всё он делал силою духа злого. Возможно, такие случаи были, то есть были некоторые люди, которые при помощи злых духов могли творить чудеса. Иудеи, они таким образом интерпретируют действия Христа в том, что, первое, так как он не принимает истинность их служения, истинность того, как они живут, он является не членом их общества, он является самаренином, или галилеонином, или самаренином. Вот и второе, те великие чудеса, которые он творит, он творит это духом, сатан и духом злым. Вот, это они предъявляют и тем самым пытаются оправдать себя, потому что если они признают, что Христос является таким же проповедником, таким же хотя бы членом иудейского народа, как они, то его слова, конечно, имеют гораздо больший вес. Те слова, которые он говорил о их недостатках. Следующее, что бы хотелось отметить, Давид, здесь Господь говорит о том, что вот вы бесчестите меня, я чту отца моего, а вы бесчестите меня. И здесь почему-то Господь говорит о том, что он не ищет славы. А для чего Господь это говорит, что он не ищет славы? Есть ищущий и судящий. Может быть, вот как-то по-другому переводу надо, что ли, здесь посмотреть, что Господь именно хотел этим сказать, то есть есть ищущий и судящий. Ну, о том, что мы уже разговаривали в прошлых комментариях. В седьмой главе того же Евангелия от Иоанна Господь говорит, что говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему ему, тот истинен, и нет неправды в нем. Это седьмая глава, 18 стих Евангелия от Иоанна. Иоанн теперь повторяет эти слова говоря о том, что говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Это момент вещества. На котором повторяются эти слова Христа, он напоминает о том, что действительно он не нуждается в человеческой славе, он не нуждается в почете во всем том, чего искали фарисеи. То есть они делали все для того, чтобы люди хвалили их, говорили о их благочестии, о их благопочетании. И он говорит, что нет, вы ищете славы своей, но истинен тот человек, который ищет славы небесного, славы Бога, который дал человеку возможность сделать такие большие дела, такие славные дела благочестия. И говорит о том, что есть тот, который ищет, есть, который судит. И, конечно же, здесь речь идет уже о Боге Отце. Ну, почему говорит ищущий? Я не думаю, что вопрос в переводе, потому что в греческом оригинале «зотеобар» стоит, который также означает «искать». Думаю, что вопрос в том, что именно те функции, которые присущи Божеству, то есть Его слава, Его суд, все это, конечно, Господь говорит, воспоминая о Боге Отце, говорит о том, что именно Бог нуждается в славе, в том, что Его слава славили все Его создания, Он является Творцом, и мы знаем, что постоянно все небесные воинства прославляют Бога. И, конечно, Он является судьей одновременно, Он будет судить всех живых и мертвых. Об этом также вспоминает Господь, пытаясь напомнить им о той ответственности, которую они должны будут понести, потому что они хотят пользоваться теми привилегиями, теми правами, которые они имеют в своем духовном служении, потому что они лидеры, они духовные стаблишменты иудейского народа. И пользуясь только правами, они забыли о тех обязанностях, которые они должны нести. Обязанностей очень много. И поэтому Господь напоминает о том, что они также имеют эти обязанности. и пытаясь каким-то образом делать более логический вывод, Господь продолжает свое повествование, говоря о том, что тот, кто принимает Его Слово, тот не увидит смерти вовек. Это очень важные слова Христа, которые необходимо помнить и необходимо всегда иметь перед собой каждому христианину. Почему мы так много говорим о необходимости чтения Священного Писания, о необходимости толкования, почему сейчас в поздний час собираемся для того, чтобы говорить о Слове Божьем, потому что учение Христа и Его Слово являются залогом будущей жизни, являются залогом спасения. это дверь в вечность, которую Господь нам открывает, и это великая возможность для нас уже здесь, будучи на земном пути в жизни, уже приобщиться к вечному. То есть эти слова являются отображением неба на земле. И говорит Господь, что тот человек, который не только услышит Слово, не только будет, не знаю, говорить толковать, но также соблюдать это Слово, этот человек не увидит смерти вовек. Конечно же, не нужно понимать это буквально в том, что он не увидит своими глазами смерти, как смерти других, так и собственной смерти, говоря о физической смерти. Но, конечно же, здесь более важный вопрос духовной жизни, духовной смерти. Помните, в книге Откровения Иоанн Богослово говорит о первой и второй смерти. И, конечно же, Господь является истинной жизнью, истинным воскресением. В пятой главе Евангелия от Иоанна мы также встречали подобные слова. 24 стихи Евангелия от Иоанна, если прочитаете. Истинно, говорю вам, слушающий слово моё и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь. Вот, видите, нечто подобное. То есть, что нужно делать? Слушать слово, верить в пославшего. Для того, чтобы перейти из смерти в жизнь. Теперь второй шаг этого развития. то есть, мы перешли уже от смерти в жизнь, как апостол Павел пишет, да, колоссальный, он говорит, что вы были мертвы во грехах ваших, пока Господь не дал вам новую жизнь. То есть, вы обрели жизнь во Христе. Вот, и теперь следующий шаг, когда мы услышали, поверили в пославшего, поверили в Бога. Следующий шаг для того, чтобы получить жизнь вечную, это соблюдать Слово Христа. Вот, то есть, три шага необходимы человеку для его жизни и спасения. Слышать, уверовать и соблюдать. Вот, и, конечно же, Господь, Он обещает, говоря о том, что мы получим через Него жизнь вечную. Он говорит, я есть воскресение и жизнь. когда Он воскрешает четверодневного Лазаря, помните, Он говорит, что я являюсь жизнью и воскресением. Поэтому через Христа каждый человек обретает вечность, обретает жизнь вечную. То есть, во Христе мы видим возможность и приоритет нашего спасения. То, от чего своей воле отказались фарисеи, книжники. И поэтому мы, возвращаясь к нашим строкам, посмотрим, что они, как они отвечают на эту возможность. То есть, Господь дает им возможность, говоря, что тот человек, который увидит, уверует и соблюдет, он получит жизнь вечную. Но посмотрите, как отвечает на это идея. Как резко. Да, я сам скажу сначала, что те люди, которые сейчас спрашивают, вопросы дают, друзья, в конце эфира ответим, потому что вопросы не совсем к теме, ладно, чтобы от самой темы немного не оттолкнуться, ладно. Узнаете слова Господа, что тот, кто соблюдет Мое слово, тот не увидит смерти вовек. Иудеи сказали ему, теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, что соблюдет Слово Мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты, Божий отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли, чем ты себя делаешь? Иисус отвечал, если я сам себя славлю, то слава Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраама, Отец ваш, рад был увидеть Мой день. И увидел, и возрадовался. Давай это прокомментируем сначала, если сможем. Я так понял, иудеи поняли о смерти физическом, да, здесь речь. в то время, как Господь говорит о, так сказать, вхождении в Царство Божие, если я правильно понимаю, да, и они, так сказать, понимают, я понял, да, что они говорят, что больше Авраама, что ли, да, вот он такой жизнью жил, да, и пророки, и все равно умер, да, а ты решил, что если Товое Слово соблюдет, тот будет жить, да, то есть вот иудеи настолько ослепли, да, вот что Господь столько говорит, 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 они по-прежнему не разумеют, да, речь об этом идет или о чем-то другом? Да, действительно, речь идет о духовной смерти, о том, о чем мы уже говорили, комментирует этот отрывок. В чем проблематика? В понимании, конечно, тех слов Христа, потому что мы встречались уже в синаптических Евангелиях, когда саддуки имели спор с фарисеями и искушали Христа, говоря о том, что как будет воскресение мертвого, да, как будет в будущем веке, будут жениться или не будут, да, помните этот пример разных братьев, которые имели одну и ту же жену. И Господь говорит, что он отвечает, он говорит, что не слышали, что Господь сказал, если я есть Бог Авраама, Бог Исаака, и Бог Иакова, Господь не есть Бог мертвых, но Бог живых. Вот, и в этом контексте нам понятно, что, да, Христос знает, что эти люди телесно мертвы, но если они мертвы полностью, то Господь не называл себя их Богом, то есть он является Бог живых. И они живы, они пребывают с Богом. Таким же образом, каждый человек, принимающий спасительное слово Евангелия, он также имеет возможность пребывать с Богом, получает дар вечной жизни во Христе. И поэтому фарисеи не понимают этого, не имея познания духовных вещей и не понимая глубины Священного Писания. То есть отрывок, который Господь говорил о том, что Господь есть Бог живых, он здесь недоступен разуму иудеев, и они смотрят по-плоцки. Потому что люди, которые живут по-плоцки, как говорит апостол Павел, они по-плоцки мыслят, по-плоцки понимают. То есть только то, что осязает органы чувств, только то, что они могут переварить через свои органы познания, то они только принимают как гарант истины, все остальное является очень далеким предметом. Что в принципе до сих пор, если мы посмотрим на иудаизм, на особенность иудейских комментариев, очень часто мы встречаемся с той же самой проблемой, проблемой материализма, реализма. И эта проблематика была еще в те времена, во времена Христа, и они говорят о том, что они умерли, все, их уже нет, они полностью закончили свое существование. Кто же ты, как же ты можешь такое говорить? Хотелось бы ответ Господа еще раз почитать коротко. То есть он говорит, если я славлю сам себя, то эта слава ничто. Но меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что он ваш Бог. Вот это слово прославляет. Здесь речь о чем идет, что имеется в виду, это та слава, Божья слава, Божье присутствие, которое мы читаем в Ветхом Завете, о котором так часто говорится в книге Откровения. Или здесь прославляет, это как во время крещения. Помнишь, когда Бог Отец сказал, это мой сын, который моё благоволение, или что-то другое здесь. Ну, конечно же, сказать однозначно, что имел в виду Христос, говоря про прославление, довольно сложно, потому что контекст довольно такой не очень ясный. Если мы посмотрим в отрывке других глав, мы посмотрим в том, что через две главы будем читать о воскресении Лазаря четырёхдневного, и о том, что Господь взывает к Отцу для того, чтобы люди увидели. То есть Господь молится Богу, Господь силой Небесного Отца, помощью Небесного Отца воскрешает этого Лазаря, и Господь прославляет его через это самое великое чудо, которое люди видели от Христа. Иное дело превратить воду виной или иное дело вылечить больного человека, человек, который уже разлагается, от которого уже запах идёт, такого человека воскресить, конечно же, это является божественным прямым вмешательством, и возможно, Господь даже это имеет в виду, говоря о том, что Отец Небесный прославит его, то есть он прославит его уже буквально через некоторое время перед глазами людьми. Ну и, конечно же, прославит его в будущем, когда мы говорим уже о Вечности, книге Откровения, о Суде, о прославлении Агнца, да, это, конечно, тоже может иметься в виду, потому что при втором пришествии Христа он будет на облаках небесных спускаться в славе, то есть он будет уже не в том смирении, который вам пришел первый раз, но будет в славе божественной, вот, и, конечно же, эта слава также может быть понятна под этими словами. Спасибо, Давид Джан. Далее прочитаю то, что он говорит. Вы не познали его, а я знаю его, и если скажу, что не знаю его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю его и соблюдаю слово его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой и увидел и возрадовался. Это последнее, что означает, как это Авраам рад был увидеть мой день, он увидел и возрадовался. Тут вообще не понятно, когда это он увидел, когда возрадовался, когда он говорил, что он рад был увидеть. Да, это вопрос, который, и даже не вопрос, а те слова Христа, которые он говорит иудеям, конечно, довольно сложны для них. Ух, как это возможно, чтобы человек, который тысячу лет назад умер, мог увидеть и возрадоваться. Большая проблема была для иудеев, но Господь одновременно дает им ключ, ключ понимания, ключ интерпретации его слов для того, чтобы они смогли понять о том, что он говорит о духовных вещах. Конечно же, потому что ответ иудеев очень смешон, они говорят, что тебе 50 лет нет еще. Ну, даже если было бы 100 лет, 300, какая разница, все равно Авраам был достаточно давно. то есть нелепость. Мы видим, что весь идет о духовной слепоте. Возможно, единственный метод, который помогает немножко расшевелить, немножко разбудить людей, которые в этом дремоте духовной, то есть некоторые жанры абсурда, то есть сказать им то, что приведет их в выступление, что приведет их в замешательство. Часто Господь именно так разговаривает с ними и говорит, что да, ваш отец Авраам, он увидел меня. И отсюда уже возникает множество вопросов, где, когда и как он мог увидеть. И они должны были все-таки понять, понять о том, что Авраам жив. Авраам телом, конечно, он погребен, его могила известна всем, но душа его с Богом и оттуда он имеет возможность видеть и радоваться приходы Мессии, потому что врата Небесного Царства были еще закрыты и все праведники Ветхого Завета были в ожидании пришествия Спасителя, который разрушил оковы ада и победил смерть. И из этого ожидания, конечно, следовала та радость, которую Авраам испытывал, когда с потустороннего мира, из вечности он увидел пришествие Бога на землю. Представьте, какая великая радость могла быть и у ангелов, и у святых, когда такое просто-напросто невообразимое чудо стало реальностью. Господь, который непознаваемый, который неприступно в свете находится, он становится просто младенцем и простым человеком. То есть хороший стих, хороший такой стих, момент, чтобы показать тем людям, которые отрицают какое-то, ну, как бы выразиться так, чтобы присутствие святых в нашей жизни, что святые они умерли, но под благодатью Божьей они могут ходатайствовать и молиться вместе с нами, и мы можем обращаться к ним, просить, чтобы за нас молились. Хорошее место Господь говорит, Авраам увидел, то есть он вер, но он увидел, и не просто увидел, возрадовался человек, счастлив сейчас, что вот он увидел. Он член этого общества, он продолжает быть членом церкви, членом небесной церкви, как он допустим еще во времена земной жизни он ходатайствовал за грешных людей, за Содома, за жителей Содома и Гаморра даже, да? То есть в грешном теле он уже имел возможность просить Бога изменить свое решение, и конечно же Гольме Патче сейчас, когда он уже прославлен в вечности, конечно же сейчас он может еще еще большую помощь принести его молитвы, его ходатайство за нас. И последние три стиха этой главы на это сказали ему иудеи, тебе нет еще 50, и ты видел Авраама, и Иисус сказал им, истинно, истинно, говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есть, я есть, тогда взяли камень, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них и пошел дальше. Вот этот момент тоже очень интересен, хотелось бы понять, почему именно то, что Господь сказал, когда еще Авраама не было, я уже был, да, что это означает, почему это привело иудею вот такую вот злобу, да, вот такую тревогу, что уже камни взяли, чтобы бросить Христа, или этот случай ничего не означает, просто постепенно уже настолько они так разозлились, что уже были в состоянии просто такого бурного всплеска, чтобы взять уже камни бросить, вот, то есть, или здесь какой-то уже такое, ну, для них какой-то сигнал был, да, что вот сейчас момент, когда нужно бросать камни. Ну, это кульминация диалога, когда Господь их постепенно приводил к тому, что он является непростым человеком, непростым пророком, он говорил о том, что он является посланником Божиим, вот, сначала он говорит о том, что некоторый отец послал его, помните, из седьмой главы уже об этом говорит, что пославший меня и так далее, не говорит, кто пославший. В восьмой главе Господь говорит о том, что пославший меня, тот Вот ваш Бог, так он говорит, что по славочине есть Бог, к которому вы веруете, раскрывает им свою личность. И здесь уже постепенно, постепенно он подготавливает их для того, чтобы сказать ту истину, которую он должен сказать, о том, что он является именно тем Богом, который изначально был, который является их же Творцом, который является совечным Богом, с Богом Отцом и со Святым Духом. И, конечно же, то выражение, которое он использует «я есмь», здесь сказано, вот, даже уже русский перевод некоторым образом нам делает подсказки, потому что «есмь» — это не современное русское слово, а более древнее слово. Надо было сказать «я был», наверное, да? Я есть, я есть. Да, то есть, если вот так говорить, то есть, ну, с современным договором, прежде чем был Авраам, «я был», можно сказать. Я был прежде чем Авраам. Да, то есть, в современном русском языке так это можно было сказать. Вот, но здесь много иначе. И в греческом языке там «эгоими» тоже выражение используется в греческом переводе еврейской Библии в третьей главе книги «Исход» в пятнадцатом стихе, когда говоришь, что Господь называет своё имя «тетраграмматон», то имя Ягвы, которое греки перевели как «эгоэймиго». Вот. И, скорее всего, именно Господь произносит то имя Божие, которое привозит иудеев просто в ступор. Потому что люди не произносили этого имени, это было запрещено. И заповедью не произносить имя Божие в суету. То есть, только первосвященник, входя в святые 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 святые, произносил это слово с большим страхом Божиим. И людям запрещено было это слово говорить. Если они так говорили, это считалось грехом и богохульством. И часто Господь использует Евангелие, от Иоанна особенно. И поэтому иудеи, услышав о том, что Господь произнес это слово, имя Божие, и это имя Божие, конечно, он произнес, говоря о себе. И представьте себе, какое негодование должно быть у иудеев, которые могли бы поверить в то, что он является каким-то учителем или проповедником, могли бы с этим смириться. Но Господь именно открывает им то, что он является тем самым Богом, который говорил с Моисеями, который является Богом Израилевым. И они хотели его, конечно, попить камнями за богохульство. За богохульство. Так как еще не пришел час его прославления, Господь показывает то, что он является действительно всемогущим, действительно он является властителем всего, что существует. И, конечно же, он мог бы и во время, в то время, когда его хотели схватить для распятия, таким же образом пройти через них. Это говорит о том, что смерть, распятие и смерть Христова были вольным решением Христа. Господь, он, конечно же, мог бы все это, от всего этого очень легко избегнуть, так как он сделал в этом отрывке. Просто-напросто он прошел сквозь них. Представьте себе, они собрались, собрали камень, окружили его. Он себя спокойно прошел, и никто не смог ничего сделать ему. Понял. Показал, что его слова действительно являются не просто словами какого-то сумасшедшего проповедника, наивно является. То есть он подтвердил истинность своих слов, тем самым, дая возможность иудеям еще раз размыслить о личности Христа и прийти к тому, что он действительно, и его слова, и его действия, и то, что он говорит о Боге, все это является истиной, и эта истина должна была освободить их от тех грехов, которых они повезли. Остается 10 минут, Давид, Джан, попробуем коротко ответить на эти вопросы, которые здесь были заданы. Первый вопрос, подскажите, пожалуйста, с какого года мира помазывают при крещении? Года? Да. Год неизвестен, но это с 2-го или 3-го века, потому что в первых веках развития христианства не было миропомазания, но крещение проводились только епископами, потому что они были преемниками апостолов, так как епископы не успевали крестить всех людей, то есть физически это было невозможно, они благословляли мира, и та благодать Святого Духа, которая исходила от них, они это передавали посредством этого мира, давая это мир освященникам, и они помазали это, это была передача и благодать Святого Духа через освященное масло людям для того, чтобы они были помазаны как будто бы самим епископом, вот таким образом это произошло. А что делать, если читая Евангелие, не понимаешь ничего? Нужно читать комментарии, сейчас, слава Богу, очень много возможностей, и видео, и аудио, то есть не нужно думать, что вы сразу возьмёте эту книгу и начнёте понимать, это сложно, эта книга была написана почти два тысячелетия назад, нужно понимать как исторический, культурный контекст, так и богословие христианской церкви, то есть нужно иметь некоторый, конечно, багаж знаний, ну и само толкование, конечно, вам поможет не только узнать то, что написано в конкретном Евангелии, но прочитая некоторые толкования, вы сами сможете понять ту логику, которая нам нужна для того, чтобы понять все эти действия, которые происходят в Евангелии. Но и с другой стороны, конечно, без помощи Святого Духа здесь не обойтись. Тем Духом, которые были написаны в Евангелии, то есть это было Бога вдухновенное, Писание нужно тем, тот же Дух иметь в себе, то есть быть внутри церкви, нужно участвовать в благодатной жизни церкви, причащаться к святых дарах, жить в христианская жизнь для того, чтобы быть храмом Святого Духа, и сам Дух Святый помогал нам понимать Священное Писание. Братья, Павел в послании к римлянам сказал, что ожесточение в Израиле произошло отчасти до тех пор, пока не придет полнота язычников. Имеет ли в виду Павел, что слепота иудеев – это часть Божьего плана? Это одно из сложнейших мест в посланиях апостола Павла. Вы знаете, что у Павла очень много таких мест, которые нужно в большом контексте пытаться сказать. То есть он писал тем иудеям, которые находились в Риме, то есть это было послание не римлянам-язычникам, но иудеям-римлянам, для того, чтобы каким-то образом привести их к консолиуму, то есть к единомыслию с христианами-язычниками. Потребляют эту формулу для того, чтобы показать то, что каким-то образом в более позитивных красках показать ту трагедию идейского народа, которая произошла, сделая это частью домостроительства Божьего. Более это, знаете, такие пастырские трюки апостола Павла, для того, чтобы показать им, что действительно иудеи, они являются частью плана домостроительства Божьего. Но с другой стороны, конечно, говоря о том, что придёт время, и иудеи всё-таки войдут в... То есть те иудеи, которые распяли Христа, то есть они возвратятся, об этом говорит апостол Павел, то, чего мы ещё ожидаем. Это пророчество, которое ещё не произошло. Поэтому нужно понимать в контексте, конечно, пастырского служения апостола Павла, который первично хотел избегать, избежать конфликта между иудеями, христианами и христианами из язычников. И говоря о том, что то, что произошло, являлось необходимым для того, чтобы язычники вошли в церковь. Таким образом, он мог примирить обе эти стороны в одной церкви, и дать надежду иудеям, которые стали христианами, на то, что их братья по их фере, то есть или братья по народу, придёт время, и они также станут христианами. Спасибо, Дорида Джан. Предлагаю помолиться, на этом сегодня закончить. Очень интересный эфир был. Следующий наш эфир, дорогие друзья, я предполагаю, завтра у нас получится, будет здорово. Но в пятницу у нас не получится, скорее всего, да, Давид Джан? Вахокум у нас. Ну, если хотим, то дать Бог, может и в пятницу, но посмотрим, решим наше. Ну, в субботу, думаю, точно получится, да, мы эфир проведём по поводу того, что воскресенье нас ожидает, да, уже. Да, воскресное вот. Да, чтение, воскресное можно посмотреть. Да. Или мы это будем в воскресенье делать, или в субботу. Я думаю, что будет правильно, чтобы люди подготовились. В субботу сделаем, да. Разберём, это будет притча о неправедном управителе, если не ошибаюсь. Там, по-моему, там несколько чтений, да, но основной это неправедный управитель, там Лазарь и Богач, правильно? И там, по-моему, есть притча, тоже входит. Ну, мы разберём хорошо там все четыре дня. Там будет воскресенье. Вот, ну, если что, на завтра вы готовьте свои вопросы, дорогие друзья. Да, будет ответы на вопросы, дорогие друзья. Вот. Свои вопросы вы можете задать, значит, я выставлю сейчас, после эфира, значит, в сторис вопросы, которые можете задать к эфиру. Мы будем на них отвечать уже во время эфира. Спасибо. Спасибо, Дайдзян. Помолимся и закончим на это. Был с нами в этот час. Вот. Я думаю, что очень важно проводить пост в Библии. С Библией в руках это является очень важным. И сегодняшняя сеть нам помогло ещё раз вспомнить о том, что действительно эти слова Христа являются для нас залогом будущего спасения, вечной жизни. Поэтому будем оценивать тот большой дар, который Христос дал нам, Его спасительное слово, и пытаться больше времени уделять этому. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok